Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Гладышев Вадим Николаевич, профессор медицины Гарвардской школы медицины и директор Центра окислительно-восстановительной медицины в больнице Бригама в Бостоне. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ с 2017 года руководит лабораторией системной биологии и старения в Научно-исследовательском институте физико-химической биологии имени Белозёрского. В настоящее время центральное место в обширной сфере научных интересов профессора Гладышева занимает механизмы старения и контроль продолжительности жизни, которые Вадим Николаевич с коллегами изучает на модельных организмах – дрожжах, плодовых мушках, голых землекопах и мышах, методом геномики, биохимии и клеточной биологии. Вадим Гладышев – автор более 350 статей в ведущих научных журналах и один из самых цитируемых учёных России. Вадим Гладышев в студии медицины «Контексте». Спустя полтора года после нашей первой встречи. Здравствуйте, Вадим. Исследования старения и финансовое долгожительство идут непрерывно, идут очень интенсивно по всему миру. И, насколько я могу заметить, здесь два полярных подхода в этой области. Первый – старение – это программа. Второй – старение – это накопление поломок. Программу можно перепрограммировать, поломки можно починить. Таким образом, два этих вектора сходятся в одну точку, такую же оптимистичную, как каждый вектор. Всё поправимо. Иными словами, всё поправимо. Но, на самом деле, если всё это разложить напрямую, я думаю, из общих соображений, истина где-то посередине. И я хочу напомнить нашим зрителям, что наш сегодняшний гость – автор одной из теорий, объясняющих старение. Эта теория цитируется очень многими исследователями, которые занимаются старением. Эта теория дилитериома, о ней сегодня пойдёт и речи в программе. И о новой области, которая наметилась в этих исследованиях – это область биомаркеров старения или эпигенетических часов. Вот даже возраст собак недавно стали по-новому определять. Но это так забегает вперёд. Пожалуйста, Вадим. Спасибо за приглашение. Действительно, мы обсудим сегодня вначале немного про суть старения. И ближе к концу обсудим биомаркеры также. Но также другие вопросы, собственно говоря. Вообще, я решил назвать сегодняшнее выступление от начала до конца старения, потому что, ну, собственно говоря, это такой процесс, и нам нужно понять, как он происходит. Про сам процесс и про его начало неизвестно достаточно много. Поэтому вот мы как раз этим и занимаемся. Вот. Но я часто показываю вот такой слайд, потому что он, мне кажется, очень хорошо показывает важность изучения старения. Ну вот здесь видно, что по этой оси показан человеческий возраст, а это вероятность возникновения болезней. И видно, что болезни показывают очень характерную взрослую структуру. Когда человек молодой, фактически у него нет никаких болезней. Да, хронических. Вот. А с возрастом они все накапливаются, и никакая одна из них не бывает самой важной. И часто бывает, что у человека возникает сразу несколько таких болезней. Они все экспоненциально возрастают. И фактически получается, что старение, это, собственно говоря, одна из основных, может быть, самая основная причина возникновения этих болезней. Поэтому для меня старение, фактически, это самая важная биомедицинская проблема. Но тогда что такое старение? Старение, как бы нет такого согласия. Нет согласия в области у нас, чтобы дать четкое определение. Вот, например, я был пару месяцев назад на конференции в Канаде, и там был опрос, просто люди, которые участвовали в комбинации, были опрошены, чтобы дать определение старению. И 35 человек откликнулось, и было 35 определений старения. Причем некоторые определения пытались всунуть несколько определений. Причем все профессионалы, все в одной области. Да, именно люди, которые профессионалы. Это вот очень характерно, как бы, то, что такое нет согласия в таком важном деле. Но обычно люди, как бы, кластеризуются на основе 5-6 определений. И одни говорят, например, что это старение, это увеличенная вероятность смертности с возрастом. Кто-то говорит, что это потеря функции с возрастом. Кто-то говорит, что это накопление повреждений. Ну и другие люди говорят, что это просто, как бы, течение времени, пока организм стареет, скажем так. Но, естественно, они все между собой связаны. Эти понятия. Но какое из них основное, которое, какое из них приводит к остальным. Вот здесь, как бы, согласия нет. Но я сторонник того, что самое главное здесь все-таки это накопление повреждений. И, собственно, все остальные из них, все остальные характеристики старения, они происходят из этого как раз. Но я кратко очень расскажу, почему мы так считаем. Значит, суть здесь такая, что, допустим, предположим, что у нас есть фермент. Фермент катализирует какую-то реакцию из субстрата в продукт. Вот. Это, как бы, функция, которая определяет то, что фермент, собственно, находится в организме и кодируется каким-то геном. Но при этом есть какая-то вероятность, что он произведет какое-то повреждение. Это может быть молекулярное повреждение, какое-то низкомолекулярное, или, может быть, там, связанное с ДНК, или с белками, или с чем-то еще. Ну, какое-то повреждение. Вот. Получается, что у этого фермента есть, как бы, положительная функция, вот он производит продукт, и, как бы, отрицательная функция, которая производит повреждение. Вот. Но если расширить эту концепцию, то тогда получается, что это общий фермент, не конкретный фермент. Это не только фермент, а фактически любой ген имеет такие же функции. И тогда, получается, эти повреждения могут включать в себя какие-то побочные продукты, например, ошибки какие-то, неправильно встроенные аминокислоты, например, или мутации, или, может быть, эпигенетические какие-то изменения, дисбаланс в комплексах, ну и много-много других разных повреждений. И еще важный момент, что получается, что каждая клеточная функция, она производит повреждения. Тогда, получается, этих повреждений слишком много, чтобы даже детектировать, и поэтому клетка, в принципе, не может с ними совсем исправиться. Вы упомянули слово «делитарем». Это ваше слово. Да, наше слово, да. Мы его используем просто потому, что слово «повреждение», оно как бы немного ограниченное такое слово. Потому что, в принципе, что мы имеем в виду, это вредные возраст-зависимые изменения. Ну, а ОМ – это совокупность, да? Совокупность, да. Совокупность, чего бы то ни было. Геном, да. Дилитарем. А дилитарем – это «делитаре с чемчемчем». Вредное изменение. То есть не «делеции» как генетики, а именно как вредные изменения. Как именно вредные изменения, да. И это могут быть, опять-таки, те же самые ошибки, а может быть просто какую-то неправильную экспрессию какого-то гена, допустим, или там лишняя клетка в каком-то органе, это просто… Ну, или там плохо убираются остатки клеточные, да, какие-то вредные. Поэтому мы обычно используем вот это вот, такой термин, ну, как бы, мне кажется, более правильно. Вот. Но как, собственно говоря, если повреждения, а не вот причина, собственно, старения, то как нам это показать? Вот я хотел буквально в обиде одного слайда рассказать о статье, которую мы опубликовали теперь уже чуть больше двух лет назад, когда мы пытались показать, что, собственно, повреждения вредны. Что бы, как бы, какая идея была? Идея такая, что нам нужно протестировать не какое-то одно повреждение, а всю совокупность этих повреждений. А как нам это сделать? Вот тогда мы взяли молодые организмы, взяли, сделали их из них, вот, среду, а также взяли старые организмы и сделали из них среду. То есть, имеется в виду, что вот дрожжи молодые, дрожжи старые, мухи молодые, мухи старые, вот, скажем, там, мышца молодая или мышца старая. Вот. И сделали из них компоненты еды, диеты и дали их тем организмам, собственно, которые… Из которых они… Да. То есть, например, дрожжи были… Мы выращивали дрожжи на среде из молодых или старых дрожжей, мухи жили на среде из молодых и старых мух, а мыши жили… Ну, у них в пищу была добавлена, потому что у них есть животные компоненты в пище, но мы их заменили вот именно этой вот мышцами от старых и молодых оленей в данном случае. Вот. И проверили продолжительность жизни. И вот интересно оказалось, что в каждом из случаев те организмы, которые жили на среде или на диете из старых организмов, они жили меньше, чем те, которые жили… Уразительно. Да, вот. И, как бы, ну, естественно, какой-то отдельный какой-то эксперимент, если взять, скажем, на одном организме, он, конечно, это ничего не доказывает, но когда вот три независимых… Разные классы. Да, классы. И везде получается один и тот же эффект. Мне кажется, это достаточно хорошо показывает… Интересно. …некоторые вещи. Во-первых, это показывает, что эти мультярные изменения, они, собственно, вредны. Вот. Потом показывает, что это… Они, собственно, вызывают старение. И что интересно еще, что получается, что есть такой эффект на продолжительность жизни, если добавлять эти вредные изменения в виде диеты. То есть получается, что мы даем в виде диеты, а потом часть из них потом абсорбируется, обратно идет в организм, и получается, они вот такой вредный эффект имеют. Но я бы упомянул, что эффект достаточно слабый, там буквально 10-15% разница, а они там всю свою жизнь ели их, поэтому, как бы, к человеку это не очень применимо. То есть нет смысла только есть там молодую пищу. Ну, какой-то небольшой эффект, наверное, есть. Вот. Ну, это вот один момент, который показать. Другой эксперимент, который мы сделали, мы стали смотреть на повреждения, анализируя мутации, накопление возраст-зависимых мутаций. Эта работа была сделана моим коллегой Дмитрием Подольским. И такая идея здесь, что… Ну, что такое рак? Рак – это какая-то одна клетка, которая была в организме, и потом она, как бы, стала расти, возник рак. Но до того, как она превратилась в рак, у нее накопились какие-то возраст-зависимые мутации. Поэтому, если, скажем, рак возник у ребенка, то этих мутаций там меньше. Вот такие полоски красные, значит, меньше их. А если вот у старого человека возник рак, то получается, у этих мутаций больше. А поскольку геномов рака отсеквенировано много, можно их проанализировать, и десятки тысяч геномов, и, собственно говоря, посмотреть динамику, возраст-зависимую динамику накопления мутаций. То есть здесь рак не как рак, а как просто клетка, возраст-зависимые изменения в клетке получается. Ну и что мы видим? Мы видим, что здесь просто показаны для случаев трех раков. Вот, допустим, на этом картинке это возраст, а это вот мутации, которые мы наблюдаем, а это вот случаи рака. И вот синим показаны, собственно, мутации, мы видим, что с возрастом происходит накопление мутаций в клетках. А это, собственно говоря, случаи рака для этих же раков, из которых эти мутации мы посмотрели. И видно, что эти кремы идут параллельно, но мутации всегда переезжают рак. Но это разумно, потому что рак детектируется. Починки, что иммунная система, если работает, она ловит. Ну, она ловит, но при этом еще он детектируется в клинике, в больнице. Он развивается, а потом только есть какое-то время до того, как мы его находим. Поэтому, мне кажется, это доклиническое развитие раков получается здесь. Ну, и это видно, что на других раках то же самое получается. Мутации идут, а потом как бы вот сам рак возникает. То есть получается, эти мутации очень хорошо показывают процесс накопления этих повреждений в виде мутаций. Но дальше видно, что это изменение, оно как бы такое монотонное, но не линейное. Поэтому, если посмотреть на скорость накопления мутации для каждого рака, то мы видим вот такую картинку. Здесь, значит, по вот этой оси Y у нас вероятность рака, а здесь как бы мутации. И видно, что каждая точка — это один рак в данном случае. Вот, видно, что они все кластеризуются приблизительно в одном месте. И вот эта вертикальная линия, горизонтальная линия, они соответствуют восьми годам. А в нашей области восемь лет — это очень характерное такое число. Это для человека, это... Каждые восемь лет вероятность смертности, смерти увеличивается в два раза. То есть, скажем, в сорок лет человек в два раза более вероятно умрет, чем в 32 года. Или там в 60 лет в два раза больше, чем в 52 года. 52. И получается, что это как раз показывает, что, собственно говоря, рак — это как раз болезнь старения, потому что они очень как бы ровно кластеризуются. А дальше мы смотрим, ну, как бы все они кластеризуются, но есть какие-то такие, которые уходят за пределы. Вот, допустим, вот таким красным облаком показаны несколько раков, которые явно выбиваются из этой зависимости. Ну и мы стали посмотреть, а что это за раки? И вот оказывается, что они все объединены одним свойством. Они все раки репродуктивной системы. Ну вот, там... Молочные железы, предстательные, да. Да, и так далее. Вот. А что это об этом говорит? Мне кажется, это говорит о том, что репродуктивная система человека, она стареет быстрее. То есть, получается, там быстрее накапливаются повреждения, но в данном случае мы смотрим на мутации, как накапление мутации, ну, предположительно, и другие повреждения тоже находятся. Но это, в принципе, например, объясняется, объясняет, вернее, ну, наблюдение такого пенопаузы, например. Ну, эволюционно это оправдано, потому что репродуктивная система, она выполнила свою функцию, и дальше можно умирать. Просто получается, что только это вот у человека и нескольких других организмов, животных, которые это наблюдается, такая ситуация. Но, с другой стороны, можно это также рассмотреть, что репродуктивная система, она развивается позже чуть-чуть других. Например, там нейроны, они еще геонально развиваются, а они позже, да. Именно получается, что она как бы начинает стареть, что ли, позже. Наверстывает как бы. И в какой-то момент она наверстывает и даже перекрестывает, что ли. Вот так можно предположить. Вот. Вот такое наблюдение. Мы также видим здесь разницу между мужчинами и женщинами. Мужчины, они как бы стареют быстрее, они живут меньше, чем женщины. И это тоже видно на примере раков, мутации в раках. Вот видно, например, вот это вот аденокарцинома желудка. Видно, что у мужчин мутации накапливаются быстрее, чем у женщин. Ну, и вероятность рака у них тоже больше для этого рака. В некоторых случаях у мужчин и женщин идет одинаково. Но большинство, вот как в левом, показывает большинство раков. А в некоторых случаях очень мало раков. Вот рак молочной железы, например, ровно наоборот. У женщин, да. У женщин наоборот. Ну, очень как бы тоже разумно получается. Просто показывает о том, что, опять-таки, что рак, здесь можно рассматривать как болезнь старения. И смотря на мутации, мы смотрим, как, собственно, развивается рак и, по сути, как происходит старение. Это вот такой способ смотрения на повреждения, возраст зависимых повреждений. Вот. Дальше я хотел упомянуть, что вот эти повреждения, они накапливаются с возрастом. Но, по сути, своей жизнь, она уже начинается этим багажом, уже с этими повреждениями. И эта вот работа, буквально тоже один слайд здесь, она была сделана вот тоже моими коллегами Анастасией Шиндяпиной, Александр Зенин. Александр, он в компании Jiro в Москве. В Москве. Да, вот. И что они нашли? Они нашли, что у каждого человека есть достаточное число, некоторое число очень вредных мутаций. Эти мутации, они очень редки, то есть они присутствуют, ну, совсем у малого количества людей. И они совершенно разные. И эти мутации, которые разрушают, как бы, важные гены. И мы нашли, что в среднем таких мутаций у человека семь. Вот здесь показано такое распределение, ну, от нуля, там, вот, там, больше. Ну, в среднем получается семь. И если посмотреть на ассоциацию этих мутаций с продолжительностью жизни, то мы видим, вот, например, здесь показано, что вот для одного, для одной базы данных, вот эти вот редкие мутации, мы видим, что очень значительный эффект. Вот для другой, это база данных, называется UK Biobank, тоже значительный эффект. Это на продолжительность жизни, а это вот на продолжительность, как бы, здоровой жизни. То есть до первой болезни, хронической болезни, тоже значительный эффект. И даже мы видим эффект это на матерях. На матерях, ну, потому что родители полгенома от них идут. Даже этот эффект настолько сильный, что мы видим даже это на продолжительность жизни их родителей. Ну, что интересно, вот на отцах мы это не видим, это вот загадка. Что тут степлазматическое? Нам кажется, что здесь, наверное, частично супружеская неверность. Частично то, что просто у мужчин более рискованное поведение. Ну, и поскольку это все-таки для людей, которые, это отцы людей, которые сейчас анализируются, эти люди уже старые, возможно, часть из них просто погибла во Второй мировой войне. И поэтому продолжительность жизни, она здесь не связана никак со старением. Вообще никак, да. На отцах это хуже видно. Кстати, да. Но на матерях это видно, и вот на разных базах данных тоже это видно. И вот здесь мы показываем, то есть мы взяли этих людей, всех людей, которые участники этой программы разделили на группы по числу мутаций. И вот, например, вот эта группа, в которой мало этих мутаций, вот как они умирают. Вот синяя такая кривая. А в тех, у которых много мутаций, вот так они умирают. И вы видите, что, собственно говоря, те люди, у которых меньше этих мутаций, они живут дольше. И мы вычислили разницу, мы определили, что только вот эти буквально в среднем 7 мутаций отвечают за разницу где-то в 1-2 года продолжительности жизни. А это только часть мутаций. То есть означает, что вот этот вот геномный багаж, во-первых, жизнь начинается уже с ним. То есть разные люди, у них как бы разное заложенное... Они как-то категоризируются эти мутации? Они попадают в какую-то группу функциональную? Или все разное, все непонятно, с чем они связаны? Эти мутации конкретно... Вот эти 7. Мы не знаем достаточно про них, потому что... Просто они есть, это факт. Это совсем новая работа просто. Но и поскольку они редки, они, в принципе, могут затрагивать разные гены. Ну, наверное, эти гены какие-то участвуют в каких-то важных процессах в основном. Я вот так предположил. Но надо дальше изучать. Понятно. Ну, и получается, что... Что мы пока понимаем? Мы понимаем, что старение связано с накоплением повреждений. Вот эти повреждения накапливаются. И, собственно говоря, в какой-то момент это приводит к гибели организма. Вопрос, как бы самый главный. Если мы это понимаем, тогда как бы что делать? Что мы можем с этим делать? И здесь я бы хотел показать фотографию. Значит, где-то год назад, как раз, даже меньше, чем... Да, меньше, да. Это ноябрь, по-моему. Ну, это весной, где-то было, прошлой весной. Вот Обри де Грей и я. Вот мы... У нас были дебаты в Берлине. Вот мы здесь сидим на сцене. Обри де Грей, известный тоже, как бы, ну, называется он геронтологом. Он в Москву приезжал лет 10 с чем-то назад, вызвал этот ажиотаж большой. Несколько экстравагантной идеи у него относительно старения и омоложения. Ну, на мой взгляд. Да, они, как бы, имеют смысл, но, собственно говоря, я, как бы, не совсем с ним согласен. И мы, собственно говоря, обсуждали, как же бороться с этими повреждениями. Я бы хотел упомянуть, что и он, и я, мы считаем, что старение именно связано с повреждениями. И дебаты здесь о том, именно что делать с этим, а не что является основой старения. Ну, и я расскажу, что мы считаем, можно сделать, или что нужно делать дальше. Вот. Ну, мне кажется, что есть, ну, два момента, что мы можем сделать. И этот слайд, как бы, их показывает схематично. Есть такая вот метафора старения, когда вот само старение, оно идет, как бы, сверху вниз. И иллюстрировано вот таким потоком воды, который спускается по этим ступенькам. И мы можем замедлить старение, используя какие-то геропротекторы. Например, вот ограничение в калориях, известная такая возможность замедлить старение. Ну, или какие-то другие интервенции, там, например, апомицин, или в какой-то момент это будут комбинации интервенций. Вот. Это работает на, в принципе, на всех модельных организмах, ну, и, по идее, должно работать на человеке. Тоже просто пока мы еще не знаем, какие. Вот. Но это, как бы, очень понятный способ, разумный способ, это замедлить старение. Да. Но, что вот возникло совсем недавно в нашей области, это идеи, как не просто замедлить, а как омолодить. Что значит омолодить? Означает, что человека взять вот в этой ситуации, уже, значит, и старым, и перевести в более молодую ситуацию. Чтобы он, например, мог снова сюда вот приплыть, а потом снова назад, и так бесконечно, омолаживать человека. Вот. Почему мы знаем, что это возможно? Мы знаем, что это возможно, ну, например, по эксперименту Яманаки. Индуцированные плелипотентные. Плелипотентные стволовые клетки. Он, фактически, эти клетки, молодые клетки, да? То есть он берет старые клетки, допустим, взрослые, да, взрослые, превращает их в подобие эмбриональных. В подобие эмбриональных, и они совсем молодые. Это означает, что можно клетки омолодить. В принципе, это можно. С помощью специальных факторов, которые добавляются. Вот. Но, как бы, естественно, если мы будем омолаживать клетки внутри организма, мы, мы просто эти функции этих клеток потеряются, это будет совсем плохо. Поэтому, как бы, идея именно частично репрограммировать клетки. Так, чтобы они, как бы, стали чуть моложе, но при этом не потеряли свою функцию. Да, это критично важно. Но это вызов. Это вызов. И я про эту работу пока не буду говорить, потому что, ну, мы сейчас активно на эту тему работаем, и много других лабораторий работают на эту тему. Но пока данных очень мало, и они очень противоречивые. Но просто это дает какие-то беспрецедентные возможности для омоложения, если это сработает. Ну, это, скажем, вопрос, наверное, не сегодняшнего, может быть, даже не завтрашнего дня, но это крайне важно и интересно. Вот. А мы больше обсудим как раз вот эту часть, ну, просто потому что она более понятная, и здесь понятно, что делать. Доступно. Доступно, да. Ну, и, собственно говоря, скорее всего, именно это приведет к каким-то первым, ну, это, может быть, это лекарство, можно назвать, или просто какие-то интервенции, которые позволят замедлить старение человека. Вот. А как же к этому вот подойти, соответственно? Ну, значит, если мы рассматриваем увеличение продолжительности жизни через интервенции, тогда мы можем сказать, что то, что мы пока знаем, вот, например, ограничения в калориях, или ракомедицина, или акарбоза, они все были найдены несистемно. То есть, ну, кто-то предположил, что вот, ну, вот акарбоза, может быть, она увеличивает продолжительность жизни. Лекарство от диабета, да? Да, от диабета, да. Давайте попробуем. Ну, попробовали на мышах, ну, да, действительно увеличивает продолжительность. 20%-то? Ну, что-то такого. Порядка, да. Все они очень немного увеличивают, но увеличивают. Но, как бы, это не очень разной способ, потому что мы же не можем все подряд лекарства так проверять, да? Вот. Как же нам тогда это сделать более системно? Вот мы, собственно говоря, задумались над этим вопросом и стали думать, давайте подумаем, как же это делать. Ну, одним способом это, например, можно скринировать на смертность. Ну, например, берем две группы людей, даем одной группе плацебо, второй группе даем акарбон. Акарбон. Ну, и что-нибудь другое. Метформин. Метформин. И ждем, пока они умрут. Ждем там 30 лет, если старым людям дать. Вот. И потом говорим, о, значит, это, ну, это, по-другому, что-то неразумно, потому что это очень дорого, это очень долго. Да, ну, и исследователю должно быть лет 20, чтобы он успел понаблюдать вообще. Просто дольше, чем любая карьера ученого. Поэтому это не очень хорошо. Это работает, но как бы это такой экстремальный случай, скажем. Можно смотреть по-другому. Можно просто сравнивать молодые и старые организмы и смотреть, что же у них меняется. И смотреть, как интервенции тогда влияют на эти изменения. Понимаете? Но это тоже не всегда работает, потому что возрастов висимые изменения, они могут быть вредными. Ну, какое-то повреждение, например. Могут быть полезными. Ну, например, ответ на повреждение, чтобы ударять повреждение. А могут быть нейтральными, ну, просто потому что организм может себе позволить что-то изменить. Чтобы не было это неважно. Ну, потом все-таки это не вполне корректно, потому что организм это разный. С разной предрасположенностью, с разными задатками к починкам. У кого-то сильная система репарации ДНК, например, у кого-то слабая от мамы с папой. Да. Чисто теоретически, да? В том числе, да. То есть, это... То есть, нечистый опыт. Это нечистый опыт. Хотя, как бы, это так тоже делают. И, в принципе, это... Ну, есть какой-то смысл. А какой тут контроль? А где, я считала, что это контрольная группа? Ну, имеется в виду, например, мы нашли, что вот там мы детектируем какие-то там 100 изменений возрастные. А дальше мы, скажем, даем какую-то интервенцию, смотрим, эти изменения, они сдвинулись в молодую сторону, что ли, да? И тогда мы говорим о... Вот как бы организме... А контрольная группа мы не даем. А контрольная группа не даем, да. Не даем, да. Вот эволюция, как раз вот, собственно говоря, этот слайд. То есть, действительно, мы можем смотреть на очень долгоживущих организмов, на млекопитающих. Вот кит, он там живет 200 лет. Есть там... Начница Бранта, 40 лет живет. Вот голый земляк, там 30 с чем-то лет живет. То есть, мы можем смотреть, а что же у них такое изменилось эволюционно так, что они долго живут. Но это не единственный способ. Я, собственно, про это даже сегодня не хотел долго говорить. Потому что, как бы, ну, я, как бы, по-моему, в прошлый раз, кстати, говорил на это тело. Да, в прошлый раз у нас много было землекопов. Вот. Мы, на самом деле, у нас есть три модели. Значит, одна эволюционная, когда мы смотрим сразу на много видов млекопитающих, которые отличаются в продолжительстве жизни. И находим такие сигнатуры в разных органах по генной экспрессии. Вторая модель, когда мы смотрим на, ну, фактически все известные интервенции, которые увеличивают продолжительность жизни мышей. Ну, вот мы смотрим на 17 таких интервенций. Ну, например, там, ограничение калорий, хропомедицина, карбоза та же самая, нокаут гормонного рецептора роста, ну, и так далее. И третье мы смотрим на разные клеточные типы. Ну, идея такая здесь, что, как бы, есть клетки в организме, которые живут долго, например, там, нейроны, они могут там сто лет жить, да. А есть клетки, которые живут там всего лишь несколько дней, там, некоторые клетки крови. Вот, ну, и все, что там в середине между ними. То есть один и тот же геном, но, как бы, клетки, они устроены так, что они, у них разная продолжительность жизни. И мы можем на это смотреть, что определяет продолжительность жизни, как бы, разных клеточных типов. Получается, вот эти все три таких зависимости, они совершенно разные, да. Да. Вот. Но, тем не менее, каждый из них показывает, как перевести из короткоживущего в долгоживущее состояние. Что можно сделать. Здесь эволюция что-то сделала, здесь мы сделали, нашли сами, мы можем найти какие-то общие характеристики, а здесь это сделано, ну, тоже, причем-то, эволюция, но только не на уровне разных видов, а на уровне разных клеток. Вот. Ну, и я вот больше остановлюсь именно вот на второй части здесь интервенции, потому что недавно только работа у нас вышла, буквально несколько месяцев назад, и ее сделал тоже вот мой коллега Александр Ташковский, вышел на статья в Cell Metabolism, где Александр вот смотрел на три типа таких интервенций. Одна часть интервенций – это диеты, ну, например, ограничение в калориях, или есть через день, или ограничение метианина, например. Вот. Другая группа – это такие лекарства, лекарства, или какие-то препараты. Ну, тем они серьезные препараты, если экстраполируют на человека, то это большой вопрос, да? Да, может быть, побочные эффекты, да. Большой вопрос. Тот же рапомицин, ну, резервы. Но здесь цель нашей работы – не использовать эти препараты на человека. Нет, исследовательская, я понимаю. А понять принципы. Да. Понять принципы, как меняется продолжительность жизни. Чтобы потом, используя эти принципы… Просто выяснить мишень, что называется. Ну, да. Ну, можно над мишенью искать, но главное понять принципы, чтобы потом использовать принципы, чтобы находить новые интервенции. Третья группа – это генетические манипуляции, когда, например, вот тот же самый нокаут, рецепторы гормона роста, или, например, вот оверэкспрессия белка FGF21. Они тоже увеличивают продолжительность жизни. Ну, вот такие вот генетические технологии. Вот мы смотрели, взяли мышей, получили данные, когда мы сделали анализ генной экспрессии через RNA-seq, также взяли данные из разных баз данных и смогли синтегрировать всю эту информацию, чтобы сравнить разные интервенции и понять, они, скажем, действуют одинаково на одни и те же процессы, или они там совершенно по-разному увеличивают продолжительность жизни. И, как бы, получилась вот такая картина. Вот эти все интервенции указаны здесь, название этих интервенций. И, значит, красный квадратик говорит о том, что, скажем, есть корреляция, сильная корреляция между интервенциями. Вот, например, вот этот такой вот квадрат. Угол есть, да? Угол есть, да. Мы видим, что эти все интервенции, они меняют организм очень похоже друг на друга. Ну, то есть, например, вот CR, это ограничение в калориях, или ограничение метионина, или вот эти генетические модели, они очень похожи. То есть, они влияют на те же самые процессы, там, метахондриальная пункция, защитные какие-то системы, они их меняют приблизительно очень похожим образом. Но при этом мы видим, что некоторые другие интервенции, вот указанные здесь, они совершенно разные. Вот, например, рапомицин, который часто упоминается как мимика, это ограничение в калориях, а совершенно другой. То есть, никакой корреляции с ограничением в калориях вообще нету здесь. Он меняет клетку совсем по-другому. То есть, она все равно дольше живет, но он меняется по-другому. То есть, получается, что у нас есть несколько разных способов увеличить продолжительную жизнь. Вот, эти способы, как бы, похожие, а есть разные способы другие. И теперь, как бы, вопрос, какие из них мы можем объединить, чтобы апплифицировать этот эффект. И это вот работа, которую мы сейчас делаем. Дальше, что очень интересное наблюдение, которое Саша здесь нашел, значит, оказалось, что многие интервенции, они также феминизируют мышей. То есть, что значит феминизируется? Значит, мы сравниваем самцов и самок. Мы видим, как меняется, скажем, метаболизм от самцов к самкам. И когда мы смотрим, сравниваем это с изменениями, которые вызываются интервенциями, это очень похожие изменения. Вот, и это вот мы видим на примере тех же самых ограничений, вот метионина, допустим, и ограничения в калориях. Но мышей и самки тоже больше живут, чем как у людей? Нет, у мышей это не так. Там есть разница от разных линий мышей, но в целом это не так. В целом не так. В целом не так, да. Вот, но просто интересно, что феминизируются и самки, и самцы. Вот. Но, опять-таки, для большинства это так, но это не всегда так. То есть, например, в случае ракомицина, мы видим, что это не так, как бы движение в случае ракомицины происходит в другую сторону. То есть, они как бы мускулинизируются, что ли, и самки, и самцы. Но в большинстве интервенций все равно это так. Такое интересное наблюдение. Вот. И дальше, для чего мы это вообще используем? Мы считаем, что эти сигнатуры, как мы их называем, продолжительности жизни, позволяют нам находить новые интервенции. Вот на этом рисунке, как бы, есть две части, вот эта верхняя часть, когда мы сравниваем наши сигнатуры, которые показаны здесь, вот, с результатами генной экспрессии из баз данных. Ну и просто сравниваем. Наша сигнатура похожа на те изменения, которые, скажем, сделали какую-то интервенцию на мышах. А наши сигнатуры похожи на них или нет? И мы видим, красным здесь тоже, это как бы хорошая корреляция, а синим это как бы отрицательная. Вот, например, вот хороший пример гипоксия. То есть гипоксия по изменениям генной экспрессии очень похожа на те интервенции, которые увеличивают продолжительные жизни. То есть, мне кажется, гипоксия – это хороший кандидат на увеличение. Сразу возникает идея такая банальная, обывательская, про долгожительство горцев, да? Да. Ну, вообще, горец, да? Известный персонаж. Ну, в чем это? В этом есть смысл, наверное. Но, с другой стороны, в горах там проблема, что ультрафиолет, соответственно, там… Ну, это очень обывательский подход, я бы очень обывательский, но ничего нельзя сделать. Он приходит в голову. Приходит. Много других факторов, естественно, есть. Никто пока не проверял. Эффект такой слабой гипоксии на продолжительной жизни, таких не было проверок, даже на мышах. Но, мне кажется, это вот просто уж очень сильный эффект. Мне кажется, это вот стоит проверить. То есть, она может быть, там какая-то смычка есть с ограничением калорий, потому что метаболические какие-то… Да. Боли левятые, да? При гипоксии они же… Да. Простейшее окисление идет медленнее. Скорее всего, похоже на изменение в метаболизме происходит. Ну, и разные другие интервенции. Мы видим также интервенции, которые мы считаем, что укоротят жизнь. Ну, это чисто не то, что у нас цель такая есть, но вот тоже находится параллельно. Вот. А в этой части рисунка мы сделали химический скрининг на много соединений. Да, было более 3 тысяч, чтобы находить интервенции, которые… новые совершенно интервенции, которые не из-бастанных, которые вот мы сами находим. И вот 4 из них показаны здесь. Видите, что они изменяют генную экспрессию очень похожим способом на разные такие вот интервенции. Известные. Известные интервенции, да. И мне кажется, они очень хорошие кандидаты на увеличение продолжности жизни. Вот некоторые из них мы сейчас проверяем, и у нас есть много других, которые мы проверяем. То есть сейчас очень активно работают на эту тему. идут у нас. То есть это говорит о том, что вот мы сначала… Такая большая работа у нас происходит по описанию сигнатур продолженности жизни, а потом просто используя их, мы можем находить новые интервенции, потом их объединять и получать эффекты, мы надеемся, больше, чем те, которые мы можем сделать сейчас на мышах. И потом, возможно, некоторые из этих соединений они, собственно, пойдут на человека. Собственно, наша цель, конечно, в конце концов, привести всю эту работу к человеку, чтобы человек мог жить дольше. У него был выбор, скажем такой. Мы считаем, что это должно сработать человек, и это человек должен иметь эту возможность, так скажем. Я хотел рассказать немного про биомаркеры старения, потому что это область, которая очень бурно у нас развивается. Я вспомнил в прошлый раз, когда здесь был полтора года назад, про самое начало. Но это только-только было, действительно, самое начало. Но сейчас это очень сильно развивается. Сейчас это так, что не день, что называется, да. На самом деле, все началось в первой статье в 2011 году. Стив Хорваст придумал эту концепцию, потом вот эти классические статьи 2013 года. Ну, просто я указал, ну, это как бы просто очень много разных часов сейчас возникает. Мы работаем на мышах, поэтому за последние годы несколько часов на мышах было выпущено. Вот наши, вот эти часы, которые в целом метаболизме, и вот еще вот эти часы тоже наши, где-то вот, ну, очень год назад тоже выпустили мы. Вот. Но также и другие часы из разных групп, которые были сделаны, они позволяют определять разные, как бы, количественно определять процесс старения. Вот на разных уровнях. Кто-то на каких-то органах, кто-то на разных органах, кто-то на основе требосомальной ДНК, например, кто-то на основе каких-то других частей генома. Но в целом они как бы вот все такие очень, как бы, ну, разные часы, которые используются. Вот. Ну, как это работает? Вот здесь по этой оси показан реальный возраст мышей, а здесь предсказанный возраст мышей. Каждая точка – это отдельная мышь. Видите, очень есть хорошее соотношение между реальным возрастом и предсказанным возрастом. Практически, да, один в один, да? Ну, для чего мы можем использовать это? Мы можем использовать для проверки интервенций. Вот опять-таки, вот слева здесь показана как бы контроль, вот когда эти вот наши контрольные мыши. А вот эти мыши, четыре возрастных группы мышей, мы ограничили калории у них. И вы видите, что по этим часам эти мыши более молодые, чем их реальный возраст. То есть они должны быть чуть-чуть выше, а реально они ниже, значит, их вот возраст, предсказанным, работает, да, то есть мы знаем, что они дольше живут, но при этом получается по часам они тоже более молодые. Это очень важно для нас, потому что мы можем проверять интервенции, не нужно ждать, пока мыши умрут, а, например, вот на 10-месячных мышах мы можем уже увидеть этот эффект. Поэтому это упыстрит нашу работу. Ну, или вот другая картинка, когда это мы сравним контрольных мышей и мышей с удаленным геном рецептора гормона роста, и мы видим, что эти мыши, они тоже более молодые, чем контрольные мыши. Вот, что же получается? То есть это вот такая вот, как бы на одном слайде собрана вся эта вот картина, как мы это видим, да, вот и к чему мы стремимся, так скажем. Вот мы смотрим на разную продолжительность клеток внутри одного организма, вот мы смотрим на продолжительность жизни среди разных млекопитающих, и вот на интервенции, про которые я рассказал. Каждая из них дает нам сигнатуры продолжительности жизни. То есть нам показывает, что надо сделать, чтобы организм дольше жил. Мы интегрируем эти сигнатуры и дальше используем их как средство, чтобы скринировать химические соединения, библиотеки химических соединений. Находим кандидаты. Дальше эти кандидаты мы снова проверяем на эти сигнатуры, смотрим на маркеры старения, вот эти часы метилирования, а также смотрим на продолжительность жизни. И когда мы верифицируем эти интервенции, дальше мы сейчас находимся, наша цель прийти на эту стадию, чтобы уже проверять на человеке. Дальше можно опять-таки проверять это через биомаркеры старения, но дальше их валидировать в клинических испытаниях. Мы очень надеемся на эту работу. И, собственно говоря, не только мы, потому что разные группы, у них тоже есть другие кандидаты на проверку. Сейчас только начинаются исследования такой клинический испытаний с ВДТ-ем, Нирбразилай, он метформин как раз проверяет сейчас. Но метформин, проблема в том, что его запатетовать нельзя, но принципиально это как бы соединение, которое, возможно, покажет эффект. И оно, может быть, даже будет первой интервенцией, которую люди могут использовать для лечения продолжительности жизни. Но если будет эффект, он будет маленький, а мы хотим больше. Ну, в следующей части того, что я хотел рассказать, я немного хотел рассказать про селен. Ну, селен — это другая область наших интересов в лаборатории, но он тоже связан со старением. Ну, лаборатория наша, на самом деле, известна во многом благодаря тому, что уже 17 лет назад мы описали полный набор генов человека, который котирует селен, содержащий белки. Ну, селен — это такой редкий элемент, но он абсолютно необходим для человека. Необходим, и он считается ведь и профилактикой, вот я знаю, есть селеновые какие-то добавки, в частности у женщин, профилактика рака молочной железы. Ну, вопрос, насколько эти добавки хороши, здесь как бы очень спорный вопрос. Но добавки такие есть. Я к тому, что люди этим занимаются. Я только к этому, да. Но почему селен вообще важен? Селен важен, потому что вот есть 25 генов. 25, да? Да, 25. У некоторых есть функции, у некоторых, вот там, еще мы не знаем, там селена K, селена M, селена N, функции до конца неизвестны. Вот. И некоторые из них очень важные, например, если сделать нокаут в мышах, то мыши умирают, если вот эти вот гены убрать. Это просто показывает, ну, важность селена, потому что если нет какого-то этого гена, соответственно, организм не может выжить. Ну, и что будет, если мы будем манипулировать селен в диете? Допустим, мы дадим меньше селен или больше, по идее, мы должны влиять на уровень экспрессии этих генов, да? И мы решили посмотреть, так это не так. Вот мы выпустили работу, это буквально несколько месяцев назад. Это мы сделали в мышах тоже. Вот, есть разные диеты, разное количество селена, это число частиц на миллион, а вот разные селены содержащие белки, которые мы смотрим экспрессию. И мы видим, что когда мы селена не добавляем в диету, то вот этого белка практически нет. Нет. Ну, потому что он не может синтезироваться, потому что нет селена. Вот это галлутин-пероксидаза-1, вот это метионин-сульфоксид-редуктаза, вы тоже видите, что очень мало, вот это тиреоксид-редуктаза, тоже уменьшено, эти вот контроли. То есть получается, что мы дали меньше селена в диете и подавили сразу всю группу селены содержащих белков, многие из которых очень важны. Ну, естественно, будем ожидать здесь, что этому организму будет очень плохо. Плохо. Да, он, наверное, у него болезни возникнут, он будет мало жить и какие-нибудь еще там проблемы. Ну, и мы посмотрели, решили посмотреть, ну, естественно, продолжительная жизнь сразу упадет, давайте посмотрим, насколько. Ну, и посмотрели. И оказалось, что продолжительная жизнь совсем не изменилась. То есть вот это вот самцы, вот это самки, это все вместе, вот три разные диеты, когда нету селена совсем, ну, нету селена, имеется в виду, что нету добавки, добавки, да, какое-то небольшое количество есть, конечно. Вот это вот, разные тоже, где больше селена добавлена, нету никакого эффекта. Как же такое может быть? То есть как бы селен важный элемент, да, он участвует в нескольких очень важных, селены срежащих в белках. Мы убираем селены с диеты и при этом продолжительной жизни совершенно не меняется. Ну, абсурдно, казалось бы, это. Вот, но мы нашли, почему это происходит. То есть действительно, уменьшение селена, оно уменьшает экспрессию селены срежащих белков. Оно действительно меняет такой редокс-гомеостаз. Ну, как бы... Окислительно восстановит. Да, да. Происходит там окисленный стресс, там меняются другие какие-то параметры в клетке. С этой точки зрения клетки плохо из-за этого. Но при этом оказалось, что есть такая компенсаторная функция в организме, которая... Она чувствует, что ли, что низкое количество селены, и она компенсирует это экспрессией других генов. И, например, происходит ремоделирование метаболизма и генной экспрессии. Происходит уменьшенная... Это приводит к уменьшенной концентрации аминокислот, увеличенная концентрация мононуклеотидов. Происходят изменения в разных сигнальных путях. То есть, вот... И это приводит... В результате... К нормальной продолжительности жизни. Вот такое, как бы, интересное наблюдение. То есть, компенсаторные очень быстро срабатывают. Вы получаете так. Но, что нам кажется, что... Мы же посмотрели фактически две экстремальные ситуации, когда селена достаточная и когда селена очень мало. И мы видим, что у нас по продолжительности жизни нет эффекта. Мне кажется, что когда будет селена что-то посередине, то есть, такая... Небольшой дефицит. Это на самом деле может увеличить продолжительность жизни. То есть, это такая, получается... В чем похоже на ограничение в калориях? Ограничение селена, ограничение метионина, ограничение в калории... В чем-то они похожи. Вот. Ну, и почему я вообще про это рассказываю? Потому что, в принципе, есть много разных способов увеличить продолжительность жизни. Я хотел это связать так концептуально, что ли, с сутью старения. То есть, помните, я говорил вначале про то, что есть функция генов, когда у них положительная функция есть, когда он производит какой-то продукт, но есть при этом такая отрицательная функция повреждений. То же самое применимо и к селену, например. Ну, например, вот у нас есть селен, он важен, потому что он используется как компонент снижения снижающих белков, но он реакционно способен, и поэтому его использование приводит к накоплению повреждений. Эти повреждения с возрастом накапливаются. Поэтому для организма селен с одной стороны хорош, а с другой стороны в долгосрочном плане он плох. То же самое, например, можно сказать про кислород. Кислород, естественно, необходим нам для жизни, потому что он совершенно необходим для дыхания, но он, опять-таки, может частично восстанавливаться, производить свободные радикалы и другие формы частично восстановленного кислорода. Такой реактив общин спиченс. И эти повреждения, они тоже будут производиться и будут накапливаться с возрастом. Поэтому что кислород, что селен, что любой ген, у них так называемая антагонистическая плитерапия есть. То есть это то, что у них есть положительный эффект, как эта функция, которая абсолютно необходима для организма. Но использование этой функции приводит к повреждениям, которые являются сутью старения. То есть, иными словами, вот на этой картинке то, что указано синим, это как бы суть жизни, суть программ развития. И текущего момента, в общем-то. Ну, я бы сказал, что суть биологии. Я к тому же, а красненькая – это долгосрочная перспектива, которая, в общем, не радужна. Красная – это суть старения. То есть, понимаете, что жизнь и старение, они идут рука об руку. То есть, мы фактически стареем, потому что мы живем. Потому что живем. Вот это вот важный момент в плане понимания положительной и отрицательной функции, ну, любой функции, которая используется в организме. Ну, и хотел я закончить темой, на которой я, собственно говоря, закончил предыдущее выступление. Я спросил, когда же начинается старение. Вот, в тот момент статья была неаппликована. Но недавно мы, собственно, эту статью аппликовали. Она была сделана Эльвирой Кинзиной, тоже вот моя коллега. И если мы посмотрим, ну, спросим такой вопрос разных людей, или даже, может быть, специалистов нашей области, в области старения, обычно есть разные ответы. Кто-то говорит, что старение начинается… – С зачатия. – С зачатия, с рождения, с периода самой низкой смертности, с мубертата, ну, где-то в конце развития, ну, может, 20 лет, ну, или позже, когда там… – Первые признаки. – Признаки старения, ну, там, выстость какая-нибудь или морщины. Ну, и, собственно говоря, когда же оно начинается старение. То есть, понимаете, что мы не можем определить, что такое старение. Мы как область, да? И мы также не можем определить, нет согласия о том, когда оно начинается. Это тоже говорит о том, что люди по-разному… Казалось бы, это очень понятный процесс. Вот организм стареет, в нем все ухудшается, повреждения накапливаются. Казалось бы, понятно. Ну, если мы это понимаем, тогда мы должны определить, когда же оно начинается. Ну, посмотрите, насколько нет согласия. Мы решили на этот вопрос ответить экспериментально. И стали смотреть сначала на смертность. На этой картинке вот здесь возраст по оси Х, возраст человека, а это, ну, как бы, вероятность умереть. Она в логарифмической шкале показана. То есть, в старом возрасте наибольшая вероятность умереть. Вот. Ну, экспоненциально она растет, видно. Значит, если мы будем уменьшаться по возрасту, то вероятность смерти уменьшается. И, казалось бы, мы должны прийти в какую-то самую минимальную точку. И вот там-то старение и должно начинаться. Но проблема в том, что, когда мы доходим вот до этой части, то вдруг смертность снова начинает расти. И вот эта смертность, она, как ни странно, до конца не объяснена. До 10 лет, да, где-то приблизительно, так вот. Мы нашли, что самая низкая смертность, она в 9 лет происходит, да. Ну, вот это момент рождения показывает. Да, но детская пикта. Детская смертность, она постепенно падает. Но, естественно, собственно, до рождения, во время эмбрионального развития, там смертность еще выше. То есть вообще считается, что, ну, может быть, до половины, если не больше, всех зачатий у человека, они не доживают до периода половозрелости. Вот настолько вначале, как бы, смертность большая. И она до конца не объяснена. Конечно, там есть ошибки развития, неплоидеи и так далее. Но это, как бы, они объясняют только часть этой смертности. Но все равно. То есть в данном случае мы смотрим на смертность и увидим такая вот, мы называем это, у-образная кривая. Ну, можно сказать, что, ну, да, как бы смертность во взрослом состоянии и в детском, она может быть разная, да. Допустим, здесь люди умирают от болезни сердца и от рака, а здесь от аниплуидии. Ну, и что вы тогда сравниваете два способа? Тогда мы сказали, давайте мы сравним смертность от одних и тех же болезней. Вот. И мы видим такое, что, раз мы, допустим, болезни сердца или там сепсис, ну и другие, мы все равно видим точно такую же зависимость. Вот мужчины, женщины. Сначала высокая, потом падает, потом снова растет. Опять это у-образная такая кривая. Абсолютно такая же, да? То же самое мы видим на рак, в случае рака. Сначала высокая вероятность рака, потом она падает, снова нарастет. То есть такую зависимость. Мы то же самое видим даже просто на то, как люди посещают врача. И это не как бы визиты, не связанные с повреждениями или с какими-то профилактикой, а именно вот визиты по болезням. Все равно такая же, собственно, картинка получается. Это удивительно, почему это происходит. Тогда возникает такой вопрос. Чтобы как бы разобраться в этом деле, нам на самом деле надо смотреть на то, что является сутью старения. Не на смертность. Как я сказал, что сутью старения является накопление вредных изменений с возрастом, такие как повреждения и так далее. Давайте мы посмотрим не на смертность, а посмотрим на накопление повреждений с возрастом. Как мы можем это сделать? Мы будем смотреть на дилитриом, но только на его какие-то компоненты. Один способ это смотреть на мутации. Я вам рассказывал, специально, собственно, привел этот пример с работой, когда мы смотрим накопление мутаций с возрастом в случае рака. Ну, рак бывает и у детей, да. Соответственно, мы можем смотреть на детские образцы. И мы видим, что мутации в случае рака, они начинаются, их очень мало, и потом постепенно растут. Вот три разные типа рака детских растут, растут, растут. То есть нет никакой U-образной кривой. То же самое мы можем смотреть на биомаркеры старения. Эпигенетические. Вот те часы, которые я вам рассказывал. Мы видим, что вначале по ним возраст молодой, биологический, а потом он растет, и никакой U-образной кривой нет. У человека и у мыши то же самое. То есть, с ними словами, получается, по смертности получается U-образная кривая, а по сути старения, по повреждениям, получается, нет никакой U-образной. Получается, что вот эти изменения вредные, они начинаются очень рано. И получается, что старение тоже начинается рано. Раньше гораздо, чем, скажем, пубертат или конец развития. То есть модель наша такая, что старение начинается очень рано. вот здесь где-то, да. И вот сначала мы его не видим, фактически, просто потому, что есть ранняя смертность от совсем других причин. Причин. Вот. И она как бы, ну, закрывает, перекрывает этот вот ранний процесс старения. И мы начинаем его видеть только после 9 лет. И, собственно говоря, само это число 9 лет, оно как бы случайное, это просто пересечение двух кривых. Оно, как бы, получается, ничего не значит. Вот. Пубертат происходит чуть попозже, скажем, там, 12-13 лет. Но вероятность смерти уже увеличивается в этот момент. Она, на самом деле, увеличивается уже здесь, просто она перекрывается вот этой кривой. Вот. И, собственно говоря, большинство смертностей из-за старения, конечно, происходит вот здесь. Вот. Вот. Ну, я не знаю, сколько у нас есть время, но вот эта вот часть тоже очень интересная. Было бы обсудить, потому что, ну, причины вот этой ранней смертности. Нам кажется, что как минимум часть этих причин связана с мутациями. То есть есть родительские геномы, там, материнские, отцовские геномы. И ребенок в целом, в среднем, получает такое количество мутаций. Ну, чуть побольше, потому что еще есть диноба мутации. Но некоторые организмы, ну, как бы, неудачное сечение обстоятельств, скажем, у матери 100 мутаций плохих у отца, а ребенок получил 150. Вероятность смерти у этого ребенка больше будет в начале. Но за счет того, что происходит эта смертность, эти мутации удаляются из популяции. Да. Поэтому назвали это такой отбор на ранней жизни. Естественно, только частичная причина смертности все равно там ошибки развития, все равно есть они по идее и так далее. Но вот это тоже важный момент, что это происходит именно вот из-за этого багажа, который, помните, я вам говорил тоже, организм рождается с этим багажом уже генетическим, вредным. Но у кого-то он больше, у кого-то меньше. И есть ситуации, когда он настолько большой, что это несовместимый с жизнью. Вот. Какой мы можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод, что старение начинается очень рано. Что старение, если это так, старение и развитие, они это разные процессы. Иногда часто можно встретить объяснение, что старение это процесс, который происходит после развития. Вот есть программа развития, она идет, 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 она закончилась, завершилась и началось старение. А потом, как бы, она такая же траектория дальше идет, по инерции, и вот это, собственно, начинает старение. Но наши данные показывают, что это не так. Мы показываем, что старение и развитие это два параллельных процесса. Они начинаются очень рано, вот здесь еще. Вот. И если это так, тогда получается, что можем воздействовать на один процесс, не воздействуя на другой. Например, когда мы хотим омолодить организм, нам это очень важно знать, потому что мы, как бы, есть программа развития, которая, ну, происходит дифференциация клеток, их, они приобретают определенные функции, которые очень важны. И нам важно сохранить эти функции, но при этом, воздействовать на последствия этих функций, на старение. Если это два разных процесса, теоретически мы можем это сделать. Мне кажется, это очень важно. Второй момент, что смертность, она не всегда показывает старение. Ну, это вот очень хороший пример здесь. Например, смертность в начале жизни очень большая. К старению не имеет отношения. А потом она меняется. И получается, что в этом случае смертность, она не охарактеризует старение. Ну, или другой пример, допустим, голые землекопы. Вероятность смерти с возрастом у них, похоже, не увеличивается. Тогда что же они, получается, не стареют. Ну, кажется, конечно, нет, потому что это млекопитающее, ну, как бы, он не может не стареть. Конечно, он стареет, но смертность не увеличивается с возрастом. В некоторых ситуациях бывает, когда смертность даже падает с возрастом, например, определенных видов рыб или черепах, что же они, получается, более молодые становятся. Опять, нет, они, конечно, стареют. Это говорит о том, что смертность, это как бы, ну, часто это очень важно, ну, собственно, то, что нас заботит, по сути своей, но фундаментально, это не идеальный способ смотреть на старение. Почему-то смотреть на часы старение, но вот на эти биомаркеры, иногда может быть даже лучше, в определенных моментах. Вот. Дальше, получается, что вот эта вот ранняя смертность, она удаляет вредные мутации из популяции, то, что я вам рассказывал. И еще момент такой, что на самом деле точный возраст, когда начинается старение, до сих пор неизвестен. То есть, вы заметили, я вам не сказал, например, что старение начинается с периода оплодотворения, да, вот с зиготы, допустим, и дальше старение. Мы, на самом деле, не знаем. Мы знаем, что старение начинается очень рано в жизни, но, например, оно начинается с момента зачатия или, там, может быть, через месяц или через два, там, или... Мы даже не можем сказать, что оно начинается с метилирования, ну, как с эпигенетического мечения, да, потому что внутриутробно ведь наверняка тоже происходит, да, что-то такое. Не может не происходить. Метилирование ДНК это биомаркеры, конечно, это как бы, это то, что нам позволяет... Все время какие-то гены включаются, отключаются, это естественно. И отвечают на внешние факторы. Гены отвечают на внешние факторы, но, как бы, процесс старения, он такой системный процесс, потому что, как я говорил, это последствия, как бы, жизни, да, то есть, вот, но, тем не менее, когда он начинается, вот, глобально, мы до сих пор не знаем, но мы это очень хотим изучить, и вот, собственно говоря, мы сейчас как раз на эту тему работаем, пару лет к вам приедем. я хотела сказать, что мы ждем. И так, тогда вам расскажу. Да. Ну, и в конце я просто хотел суммировать то, что мы обсудили сегодня. Значит, мы обсуждали много чего, от начала, как я сказал, до конца старения. Значит, в плане самого старения, мы видим, что старение, оно определяется этими вредными изменениями, такими, как молекулярные повреждения и другие изменения, которые мы критизуем, словом, делитариума. Эти изменения могут быть количественно определенными, и мы за ними можем следить на основе определенных биомаркеров старения, например, такие эпигенетические часы. Но это как бы не единственный способ, есть другие часы тоже. И то, что старение начинается очень рано в жизни, хотя точный возраст пока мы не смогли определить. В плане продолжительности жизни мы обсуждали, что есть как бы уникальные способы увеличения продолжительности жизни, есть общие, например, общие, например, ограничения в калориях очень похожи на ограничение метианина, или, например, на удаление генорецептора гормона роста. Но при этом есть разные, например, ограничения в калориях, и ракомицин, они действуют по-разному. Но это мы видим на примере, я только рассказал про интервенции, но это мы видим и на примере клеток, и на примере разных видов. Также, что можно сделать со старением? Можно его замедлить, и можно омолодить. Про этот момент, про омоложение, мы пока не обсуждали, но, может быть, тоже в будущем, когда больше данных будет, можно будет обсудить. Ну и к чему, как можно это применить, наше знание, к тому, чтобы как-то помочь человеку, мы предполагаем, что наши сигнатуры контроля продолжительности жизни, они позволяют находить, идентифицировать новые интервенции. Я вам рассказал про некоторые из них, которые мы нашли, и было бы здорово, конечно, привести это постепенно к людям. Спасибо большое, спасибо большое. Я хотела вернуться к вашим дебатам с Обред и Греем. В сети они есть, в открытом доступе, я их посмотрела. Очень коротко, любой может их найти, Обред и Греем, Вадим Гладышев, Берлин, 2019 год, легко находится. Я хотела вас попросить здесь прокомментировать коротко, если возможно, то, в чем вы с ним не согласны. В чем-то вы согласны, но вот у него были какие-то для вас спорные эволюционные биологические моменты. Просто вот разверните их здесь, пожалуйста. В чем он не прав? Ну, вообще, я уважаю, конечно, Обри в том плане, что мы оба понимаем, что суть старения по сути своей одинакова. То есть мы понимаем, что вот эти вредные изменения, они происходят как побочный продукт жизни, они накапливаются, они приводят к смертности и вообще к старению. Вопрос, мы как бы отличаемся тем, как нужно с этим бороться. То есть Обри считает, что есть определенные классы повреждений, он их характеризовал как 7 разных типов повреждений. И он говорит, что можно с этими классами по отдельности бороться, находить интервенции, которые, скажем, убирают эти повреждения. А потом их вместе объединять, 7 типов таких защитных средств. И тогда организм можно омолодить. Мне кажется, таким способом организм нельзя омолодить, просто потому что повреждений очень много. Их больше, чем как бы функциональных продуктов в клетке. Потому что каждая функция приводит к повреждению по сути своей. Поэтому часто даже клетка, она не может детектировать, и мы не можем детектировать многие из этих повреждений. Поэтому вернуть обратно через репарацию, это просто невозможно с моей точки зрения. Его подход чем-то, может быть, похож на, ну, по сути своей, на медицину. Потому что медицина, она работает, классическая медицина, ну, таргетируя какие-то болезни. Например, там, рак, да, там, диабет. Ну, а он это делает на основе, как бы, таргетирования каких-то групп повреждений. Ну, это может помочь частично, действительно, это, как бы, нормальная стратегия, но она не позволит нам омолодить организм. То есть он заявляет, это цель, его цель, это именно омолодить организм. Омолодить организм можно только, когда мы рассматриваем все повреждения суммарно вместе. Это то, почему, например, вот этот классический эксперимент химонаки очень важен. Да, перепрограммирование. Перепрограммирование. Клетка меняет саму клетку, так что клетка, она может, например, быть в состоянии, когда она делится и, по сути своей, разбавляет эти повреждения. То есть она не детектирует все эти повреждения, просто она в таком состоянии, когда происходит разбавление и удаление этих повреждений. И если мы найдем механизмы этого способа, тогда действительно можно частично омолаживать клетки в организме. Но, может быть, невозможно будет омолаживать все части организма, потому что, ну, непонятно, как там нейроны. Потому что, во-первых, нейрогенеза нет, а во-вторых, мы как бы уберем нашу идентичность. Ну, есть, но слабенький такой, да. Слабенький, идентичность нашу, да. Есть как бы сложные такие философские вопросы и социальные вопросы. Но, тем не менее, вот назад к тому, чем мы отличаемся с ОВР и Деграем, тем, что, опять-таки, мы понимаем одинаково суть старения, но как с этим бороться, мы понимаем несколько по-разному. Спасибо большое. Обещайте, что придете к нам еще с новыми данными. Да, я с тобой. Мы желаем вам успеха. Спасибо. Спасибо.